В Брестском академическом театре драмы многолюдно. На международном фестивале «Пестрый тюльпан» собрались истинные ценители творчества белорусских и зарубежных артистов. В четвертый раз представили на суд Брестской публике шедевры музыкального, изобразительного и балетного искусства. Название творческого форума не случайное. Он «Пестрый», потому что яркий, интересный и незабываемый. Все благодаря признанным мастерам с большой буквы. Он «Пестрый». У нас присутствует, то бишь, у нас не только классика. Мы попытались именно, поэтому и назвали Международный фестиваль «Мастеров искусств». То бишь, все. Начиная вот джесс, балет. Вот у нас в прошлом году была Фрида, которые прекрасно танцевали, прекрасно сделали такую ассамблею Фрида. Это вот Фрида Кало, и они это в танцах фламенго осуществили. Вот как маленький пример. Но в этом году мы решили балет пригласить. Италия и Германия, Польша и Латвия, Россия и Беларусь. Международный творческий форум из года в год не перестает удивлять и радовать жителей областного центра широкой географии. Масштабное мероприятие объединило немалое количество участников. Порядка 50 артистов преодолели сотни километров, чтобы выступить перед искушенным зрителем. Основная цель, я думаю, это важная такая интеграция духовности в каждого из нас. Это очень важно в наше напряженное время. И мы, конечно, делаем ставку на молодежь, потому что они должны знать, что в мире существует очень высокий уровень искусства, который не всегда можно послушать в Бресте. Конечно, огромное информационное пространство дает эту возможность, но восприятие в живом виде, оно совершенно по-другому действует на человека. Когда он уходит из зала, это остается глубоко в нем, это его тузаурус, его багаж интеллектуальный. Вот это самое главное любого фестиваля. Открытием первого дня творческого вечера стало двухчасовое выступление Оркестра Михайловского театра из Санкт-Петербурга, которое является одними из самых значимых музыкальных коллективов России и демонстрирует высокий уровень музыкального искусства. Среди выступающих такие известные имена, как Олег Сендецкий, Алексей Лукирский, Марина Кулов, Шушан Шамирян и многие другие талантливые исполнители. Этим артистам удало создать таинственную, одновременно напряженную атмосферу, которую хотелось слушать и слушать. Оркестра существует уже много лет, но вот так, чтобы заниматься на постоянной основе концертными программами, это мы начали полтора года назад делать, чтобы раз в месяц хотя бы что-то играть, иногда чаще выходить за рамки нашего театра, на других сценах появляться. Мы за полтора года переиграли колоссальное количество вещей. Специально я ввел курс на то, чтобы был очень большой репертуар, и часть из него можно было выбрать уже для каких-то поездок. Поэтому здесь программа суткана из разных концертов прошлых выступлений. Я буду исполнять концерт Медельсона, двойной, для скрипки, фортепиано и камерного оркестра, совместно с Алексеем Лукирским и солистами оркестра Михайловского театра. Я долго искала, на самом деле, что можно было бы сыграть в ансамбле, и перебрали разный репертуар, и в том числе и Баха я смотрела сочинения, но хотелось что-то новое, что-то свежее, незаигранное. И прогуливаясь, так сказать, по сети, изучая различные афиши, в том числе и в Санкт-Петербурге, что играется, я наткнулась на вот это вот сочинение. И когда послушала, мне показалось, что оно будет очень хорошо звучать в Бресте, и мне показалось, что это понравится публике. Организаторы отмечают, они подготовили интересную и насыщенную программу. Аншлаг в зале – подтверждение вышесказанному. Брестский зритель в восторге. Исполнение бесподобное, поэтому, говорю, с профессиональной точки я не буду оценивать этот концерт, но восприятие чисто как зрителя мне очень понравилось. Это такой праздник, а для Бреста это праздник души, это праздник жизни. Это действительно великолепный уровень. Мы очень рады, что такие концерты есть у нас в Бресте, и что Брест все-таки провинциальный, балуют такими концертами, поэтому мы очень рады, мы очень довольны. И Организатору спасибо. Такое мероприятие, такого уровня проводится раз в год. Мы любим классическую музыку, но относительно интересуемся. И все очень классно, нам все очень нравится, и мы жалеем, что пришли сюда. Юлия Селю, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.